здравствуйте мои дорогие садоводы и огородники мои уважаемые подписчики и все те кто смотрит сейчас мой канал вот мы сейчас стоим в огороде вот над той самой полочкой где я делала полочку для клубники вот посмотрите какая у меня уже выросла клубничка ни одна не пропала вся принялась но я хочу показать мне это я однажды показывала видео метод бурита как я укореняла розы актинидии методом бурита и хочу сказать что почему-то у меня ничего не вышло хотя я это уже делал и я решила сделать еще раз замочила я черенки уже срезанных роз которые я срезала в этом году замочила черенки груш вот три яблонь вот ну и роз короче говоря тут их много разных хочу сказать что я срезала замочила их в газетке и забыла благополучно и вот сегодня я за них вспомнила и ужаснулась вы представляете вот уже сколько было калюса все даже начали чернеть черенки но они были без воздуха без ничего однако вот посмотрите на грушах и на розах образовывался калюс и я решила будь что будет я их посажу пойдут пойдут не пойдут значит не повезло думаю так вот как раз мы посмотрим вот это тоже конечно не будет будет ли толк с этих роз из этих черенков груш если я сейчас их посажу вот я уже сделала две луночки новым таким инструменте кому делать им плохо потому что у меня земля я хочу сказать не копаная ведь я ж не копала ее а только взрехлённые но все равно первыми я решила посадить груши вот обратите внимание какие странные стали черенки посмотрите какие-то на них бугорочки такое ощущение как будто на них собираются появляться корешочки поэтому что я сделаю я очень вот так вот я сделала ямочки пролила их уже водой поставлю эти черенки все три сколько у меня их тут есть вот так вот таким образом немножко засыплю их земелькой немножко совсем так вот пускай будет так даже с травой с травой ничего страшно не будет мы же экспериментируем а эксперимент должен быть экспериментом опять немножко польем чтобы уплотнить землю и сразу закроем бутылочкой отрезанной вот посмотрите вот такая вот как видите отрезанная бутылочку у меня двухлитровая вот сейчас я ее воткну туда надо так чтобы она все-таки стояла не падала поэтому надо обязательно ее подсыпать это все сверху чтобы бутылочка никуда не делась не унесло ее ветром вот я потом еще придавлю ее чтоб она хорошо стояла чтоб кошки не свалили а сюда поставим розы по несколько черенков сразу вот этот например вот этот пускай сколько будет столько будет неважно вот по три черенка я думаю буду ставить там червячки даже есть почему я это делаю ну потому что вы же понимаете что прошло время уже им надо было уже фактически то укоренится укореняться я их газетки за но вы знаете я хочу сказать если они захотят они выживут они захотят ничего не поможет вот таким образом я сделаю тоже немножко полью и тоже закрою бутылкой этот раз вот такой хорошо прекрасно прям стал вот у меня еще сколько здесь еще на две бутылочки сколько тут их сейчас посчитаю два три два два три еще на три бутылочки сейчас рядышком сделать так я сажаю рядом с виноградом вот еще здесь я сделаю на три и посмотрим чем все это закончится итак друзья вот мы сегодня посадили проведем эксперимент интересно чем он закончится а это надо помыть на такой земле делать им плохо этот инструмент приспособлен для пухлой земли у меня таковой нет у меня земля это скапанная просто прорыхленная надо было глубоко пропахана земля ну вот на той грязке допустим итак здесь друзья вот сегодня мы проведем эксперимент давайте я вам еще раз покажу какая у меня клубничка сейчас я открою эту свою интересную конструкцию всю и вы посмотрите какая у меня выросла клубничка надо сказать очень хорошо помогает вот это все дело кошки не лезут сюда вот обратите внимание какая у меня выросла уже клубничка ту которую мне прислали по почте видите я ничего не приспособила никаких поливов сюда я решила неужели я не смогу полить руками это все тут всего-навсего у меня 10 емкостей так что я и так я могу полить и не надо ничего придумывать как видите какая замечательная у меня пульничка или так сказать земляничка садовая замечательная да ну посмотрим какой она нам даст урожай пока ни одна не пропала пока все слава богу хорошо и будем надеяться что все хорошо будет вот так мои дорогие друзья проводятся эксперименты вот делаются все новые так сказать методы которые может быть кому-то просто подойдут для выращивания тех или иных растений а на этом мои дорогие садоводы и огородники до свидания всего вам доброго заходите на канал подписывайтесь и вы увидите еще очень много интересного на моем канале задавайте вопросы ставьте лайки подписывайтесь до свидания друзья посмотрите как зацветает войлочная вишня на сегодня на 20 апреля вот там уже раскрылись цветочки посмотрите сколько на ней цветочков ну как жалко дождик идет неужели ничего не будет вишни вы посмотрите только какая красота поломалась даже веточка несчастная ну вы только посмотрите боже ж ты мой посмотрите как я ее интересно оформила один стволик тоненький я взяла и перекрутила между собой видите и и вот теперь получилось перекрученная вишенка они друг друга держат им хорошо они не мешают друг другу вы видите какая красота а вот еще одна красота которая будет расцветать это называется рябчик императорский вот как он совсем расцветет я вам обязательно покажу какая красота вы только посмотрите вы посмотрите сколько на нем будет цветочков много в круговую посмотрите видите как красиво еще по-другому его называют фитилярия а вообще-то рябчик императорский на нем разные по-разному цветочки есть 5 есть 4 есть 3 здесь 5 красота послушайте пение птиц 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 waar Зацветает торзиция. Но по красоте морознику нету равных. Обратите внимание, какая красота. Сколько цветочков. Ой, боже мой, вот так красота. Боже мой, боже мой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok